Глава 10. Генератор глупости. Первые подозрения о том, что Хомо имеет роковой порог мозга, должны были возникнуть при виде первой же древнеегипетской пирамиды. Уже тогда можно было догадаться, что дело плохо, а от будущей истории человечества ждать нечего. Напомню, эволюция наделила Хомо речью, роскошной кистью руки, увесистыми полушариями и вывела на авансцену мироздания. Совсем ранее шумерская эпоха была набором тревожных ошибок. Идиотии пахнуло и от наклонности первых царей, и от похождения мифического Гильгамеша. Однако еще теплилась надежда, что это просто дебютные огрехи, а потом все наладится. Но сменивший шумеры Египет покончил с иллюзиями. Он подтвердил, что шумерская тревога была не напрасной. Подрев храмовых труп Египта, человечество начало уверенный марш в секс-шоп и в печи Бухенвальда. При этом был навсегда упущен призрачный шанс на другую историю рода Хомо. Смотрите сами. Все эти нубхитерисы продержались в мировых лидерах почти три тысячи лет. Их возможности были ничем не ограничены. Все золото мира и вся его рабочая сила находилась в их полном распоряжении. Более того, они периодически демонстрировали мелкие успехи в строительно-бытовой инженерии. Приложив некоторые усилия за пару-тройку столетий, египтяне легко могли бы запустить паровоз. Паровоз – невероятно простая конструкция. Настолько простая, что сама просится быть немедленно изобретенной. В наличии всегда есть все нужные для этого компоненты. Пар, металл, уголь и потребность в перемещении. Следующий этап. Пенициллин для создания первого антибиотика надо было всего лишь совместить рану и плесень. А через сотню лет, подбросив камешек, можно было бы заподозрить наличие гравитации. Влияние точных знаний и прогрессирующих умений всегда огромно. Даже эти простенькие штучки могли бы дать старт настоящей цивилизации знания. И созданию интеллекта, никаких следов которого в сфинксовую эпоху не наблюдается. Но вместо паровозика все силы человек бросил на сушку и раскрашивание мертвецов. А вместо пенициллина на отжимание перед азирисами. Основным лекарством стал кал священного крокодила. С просьбами следовало обращаться к навозным жукам, к скоробеям. Основ покойника надлежало срезать кожу стоп, чтобы не запачкать небеса земной грязью. Апогеем бессмыслицы стали военные парады и стройки идиотических пирамид. О чем свидетельствуют пирамиды? О том, что ради мертвых люди всегда готовы убивать живых. Вся эта эпидемия паранойи, именуемая Древний Египет, продолжалась 2700 лет. Конечно, маниакальная сушка трупов, пирамиды, поклонение какашкам рептилий и беседы с жуками создают полное впечатление того, что берега Нила были заселены опасными сумасшедшими. Трудно сказать, кто тупее. Сами строители пирамид или египтологи, которые ищут смыслы в их нелепом труде. Но, если бы такое государство было бы обнаружено сегодня, то ООН приняла бы спецпрограмму, в соответствии с которой все подданные рамзесов, сами рамзесы и дети рамзесов, были бы немедленно расселены по психбольницам мира, а шизофренические пирамиды проданы строительным концерном и демонтированы. Ничего смешного. Быть потомком и наследником слабоумных – сомнительная честь. Еще печальнее понимать, что ты являешься, хотя и невольным, но продолжателем их дела. Ведь Египет не проходит бесследно. Если пещеры Плеистоцена были школой слабоумия, то время мумий стало его университетом. Неудивительно, что вся последующая история Хома будет пропитана богом, смертью и властью. Позолоченный яд древнего Египта сразу проник в кровь цивилизации и циркулирует в ней до сих пор, диктуя не только извращения, но и нормы. Прислушайтесь. Подергав за усики очередного Сталина, мы услышим шипение всех фараонов сразу. Сакральное родство этих персонажей бесспорно, как и связь золотой улыбочки Тутанхамона с мощами христианских святых. Столь же ясно, что всякие Нотр-Дамы – это смысловые внуки пирамид. Кстати, технология сожжения живых людей – это тоже изобретение фараоновой эры. Несомненно, о возможности испепелить ближнего люди грезили еще со времен приручения огня. Но именно Египет материализовал древнюю мечту. Египтяне сумели не просто засунуть человека в пламя, но и удерживать его там до готовности. По всей видимости, новое удовольствие омрачалось сумасшедшей стоимостью дров. Но и тут египетская мысль нашла выход. Дрова заменили сухариками из верблюжьего дерьма. Нечестивец, проявивший неуважение к богу Ра или фараону, прочно фиксировался и обкладывался сушеным навозом от подошв до подбородка. Растопка карательной конструкции была делом небыстрым, но древние египтяне никуда и не спешили. Дерьмо, конечно, не давало эффектного пламени, но создавало нужную температуру. Так что первые еретики мира не сжигались, а скорее запекались в собственном соку. Но именно с тех навозных духовок огонек перебрался и на дровишки инквизиции. Следует отметить, что понятие границы, родина, а также обелиски воинской славы – это тоже изобретение садистов в накладных шакальях головах. Ими же был поставлен и знак равенства меж понятиями покорность и счастье. В представлении поклонников Скоробея рабство – это норма, а свобода – редкое и бессмысленное уродство, не имеющее никакого объяснения и оправдания. Ведь жизнь, свободная от воли фараона и богов, просто не имеет смысла и должна быть прекращена. Позже это древнеегипетское представление станет фундаментальным. Оно засверкает в золоте иконостасов, в коронах королей и свастиках. Оно же станет тем яичком, из которого вылупятся гадины коммунизма, патриотизма и монархизма. Любителям крокодильево кало удалось очень основательно изувечить рассудок юного человечества. На мистике, магии и вере, на загробных мирах и небесных приютах, на таинствах, молитвах, покаяниях, на воскресении и причастии всюду красуется бирочка made in Древний Египет. Да-да, это все было изобретено именно тогда. Религиям, которые пришли вслед за культом Азириса и Омона, почти ничего сочинять уже не пришлось. Можно было брать наработки лысых жрецов и слегка адаптировать под свой культ. Как видим, цивилизация Хома действительно выстроилась на египетском основании. Но не стоит винить сам Египет. Он не автор идиотии, а просто ее первое полноценное творение. Автор – мозг человека. Египет лишь создал механизмы практической реализации этой идиотии. Технические совершения подданных верхнего и нижнего царства – это всего лишь придуманный египтофилами эффект скоростной прокрутки столетий. Прием прост, но на дураков он действует безотказанно. В чем же он заключается? Объясню. Берется любая впечатляющая мелочь и преподносится как примета развитости эпохи. А вот цена, заплаченная за эту мелочь, замалчивается. Никто не уточняет, что примитивное, по сути, изобретение возникло в результате тысячи проб и ошибок, зрело веками, дополняясь и совершенствуясь, пока не стало эффективным. Конечно, это мошеннический прием. Ведь если умение складывать и показывать фигу приобретается за пять секунд, то это вполне достойная история. Но если фига сложения требует месяцев размышлений и манипуляций пальцами, то ситуация попахивает бедой. Да, в результате фига предъявлена. Фигоносец ликует, трясет отлично сформированным кукишем. Но мы-то знаем, сколько времени и сил потребовалось на его сложение. Эффект прокрутки и заключается в том, чтобы волшебными ножницами истории чикнуть и удалить позорные месяцы попыток. Как только это проделано, фигоносец из слабоумного сразу превращается в очень продвинутого парня. Но все египетские дыровороты, ювелирка и астрономия именно из этой оперы. Реальная же картина способности Хома изобретать печально. Увы, чтобы нащупать и связать несколько самых простых закономерностей, человеку нужны десятки поколений. Смотрите, возьмем архипростейшее. Пипетку. Пипетку. Примитивный дозатор жидкости. Потребность в капельной дозе ровесница цивилизации. Капля требовалась для создания лекарств, отравы, парфюмерии, косметики, для гаданий, для оккультных практик, для пыток, для бальзамирования позолоты, красок, алхимических опытов, смазки механизмов, взлома замков и так далее. Несмотря на то, что потребность в капле была острейшей, изобретение элементарной пипетки заняло около пяти тысяч лет. Ее годом рождения является лишь 1660-й. Мобильный и источный, мобильный и надежный. Источник огня тоже был жизненно важной штуковиной. Но придумывалась и делалась зажигалка равнёхонько пять тысяч триста лет. Древний Египет доказал и то, что успехи в искусстве и интеллект вообще никак не связаны между собой. Ничего удивительного. Искусство, как и логика, фашизм, разум и прочее, тоже является нечеловеческим изобретением. Это элементарное природное явление, возникшее одновременно с материей, как одно из ее свойств. Этот закон всемирного марафета рулит павлиньями расцветками, формой кристаллов, дизайном галактик. На нем стоит половой отбор и незримая красотища нейтронных потоков. Это всесильная и вездесущая штука. Через понятную эквилибристику генома это свойство пришло и в природу плеистоценового падальщика. И тут начался цирк. Хома в соответствии со своей основной профессией существо весьма упрощенного дизайна. По части внешней эстетики он уступает даже карамельному крабу, уже не говоря о таких шедеврах, как древолазные лягушки или гепарды. Все объяснимо. Экстерьер человека – прямое следствие его первичной роли. Ковыряльщик падали и не нуждался в эффектных раскрасках и ярких хохолках. Ранние хомы не придавали значения своей невзрачности, но со временем, дослужившись до царя, фараона и бога, падальщик решил сравняться в красоте хотя бы со страусами. Здесь-то и пригодилось то самое свойство материи, крепко сидящая в геноме. Оно позволило хома заняться улучшением как своей персоны, так и быта. Закон всемирного марафета может реализовываться не только через естественные метаморфозы вещества, но и через набор внешних усилий, как, например, у краба-декоратора. Человек, разумеется, пошел по крабьему пути. Все началось с перьев, красок и ракушек, продолжилось с да-винчами, нотр-дамами и кроссовками Дольче-Габана. Короче, компенсировать отсутствие ярких хохолков в принципе удалось. Свойство пропитало поведение вида, создалось искусство. Конечно же, по сравнению с завораживающей эстетикой зеркальных пауков или с вулканами получилось жидковато. Но вполне достаточно для малевания картин, конструирования музыки и других забав. Конец десятой главы. Глава одиннадцатая. Планета тупых. Чуть выше я написал Роковой порог мозга. Это некорректная, глубоко ошибочная формулировка. Нет никакого порока. Есть естественные свойства мозга человека. Увы, сами по себе его рассудочные потенциалы ничего кроме идиотии обеспечить и не могут. А любой их самостоятельный продукт будет как минимум абсурдом. Дело в том, что мозг вообще не способен устанавливать причинно-следственные связи, различать добро и зло, ложь и правду. Не потому, что он слеп или плох. Нет. Просто эволюция его создала совсем не для этого. Для примера возьмем стерильные от всяких точных знаний здоровые полновесные полушария человека и устроим им экзамен. Предложим решить несколько пустяковых проблем. Например, проблемы плодородия, контрацепции и болезни. Какие же ответы мы получим? Начнем с плодородия. Спросим чистый мозг человека, как обеспечить всхожесть тыкв. Он поскрипит извилинами и ответит, что оптимальным способом выращивания тыкв будет кожа девочки 13 лет, снятая с нее целиком в момент ее агонии. Да, девочку полагается зарезать и освежевать не абы где, а в храме соответствующей богине в специальный день. Разумеется, с песнями и пританцовкой. Если освежевочную процедуру провести правильно, то никакая засуха тыквы не погубит. Связь девочкиной кожи и роста тыкв не кажется вразумительной. Но, следуя этим рекомендациям своего мозга, миллионы ацтеков и майя именно так пытались повысить урожайность. Не год и не два, а много столетий подряд. И совсем не в пещерную эпоху, а в 13-й, 16-й век нашей эры, во времена Коперника, Бруно и Галилея. Да. Перейдем к контрацепции. Задаем вопрос, что может уберечь женщину от нежелательной беременности. Ей надо пить свои месячные, уверенно отвечает мозг человека. И чуть поразмыслив добавляет, их можно разбавить водой из семи ручьев. Так поступали русские крепостные шалуньи. Переголубушки иногда разбавляли водой семи ручьев, иногда нет. Это было не слишком вкусно и не очень эффективно, но крестьянки не решались спорить с наполнителем черепов своих бабушек и мам. Поэтому веселый круговорот дамских жидкостей булькал восемь веков подряд, примерно до двадцатых годов двадцатого века. Закончим наш диалог с мозгом вопросом о лечении эпилепсии. Как избавить от этой болезни? О, тут мозг не растеряется и без запинки подскажет методику. Чтобы излечить эпилепсию, следует заколоть новорожденного мальчика-альбиноса, измельчить его и натереться этим фаршем. Данным указанием своих извилин в Танзании следует и по сей день. Как видим, экзамен провален. Ни одного верного ответа. Ацтекский, русский, танзанийский примеры можно списать на запредельное дикарство этих этносов. Хорошо, спишем и вглядимся в Европу, которая имеет репутацию вполне просвещенной старушки. Рассмотрим не ее дикий десятый век и даже не шальной шестнадцатый, а сам девятнадцатый. Да, это век Максвелла, Клода Бернара и Пастера, век научных прозрений. Но все особи, непосредственно непричастные к точному знанию, демонстрируют умственные куленца, равные русским народным или танзанийским. К примеру, недержание мочи в Нормандии лечили с помощью кротовьего пепла. Крота, разумеется, надо было сжечь заживо. В Орденнах пытались избавиться от псориаза через удушение крота правой рукой. В Вагезах применение правой руки считалось глупым суеверием. Раздавливать живого крота полагалось только левой. Неровно дышала кротам и сельская Британия. Там крестьянство так быстро и так густо покрывалось бородавками, что жены переставали узнавать мужей, а дети матерей. Единственным способом избавления от бородавок считались заживо отрезанные лапки крота. Ими полагалось, постепенно ускоряя шаг, ходить по физиономии пациента, напевая псалом номер 37, так называемый косметический. В Париже дело обстояло несколько иначе. Не случайно он считался продвинутым городом. Париж не верил в целительную силу кротов и смеялся над народными бреднями. Зато он верил в то, что утопленника можно воскресить, нагнетая табачный дым ему в анус. Дивная сцена надувания покойников можно было почти каждое утро созерцать на берегах сены. Вдутая, как правило, выходила обратно. А если не было ветра, то поднималась аккуратными колечками над мокрой задницей трупа. Если ветерок все же наличествовал, то табачные колечки перемешивались с ладаном парижских церквей. Там христиане, напивая, ели мясо своего давно умершего бога. Вывод печален. Мы видим, что вне зависимости от времени и места рождения, если человек не пастер и не Клод Бернар, то он, как правило, полный идиот. А если Бернар, то частичный. Летописи рода человеческого напичканы миллионами примеров карикатурных ошибок того самого чистого мозга. Стоит лишить этот таинственный и великий орган доступа к систематизированному научному знанию, и он начинает пороть абсолютную ахинею. Ознакомившись со всеми перлами мозга за 5200 лет можно простить человеческой истории ее исключительное уродство. Все могло быть. Все могло быть еще хуже. Мозг не виноват. Он никогда и не прикидывался космическим явлением и постигателем тайн. Эту легенду придумала культура, плохо понимающая, что такое мозг человека. С культуры спрос невелик. Я надеюсь, что мы помним, что если наука – это правда о человеке, то культура – это ложь о нем. И жить культура может только в полностью ложных представлениях. И чем они завирались те, тем ярче и ее цвет. Изображая человека, культура и наука рисуют два совершенно разных существа, не имеющих между собой ничего общего. Так вот, именно культура налепила на древний черепной шмат из жирных кислот ярлыки пытливости, тяги к знаниям и бесконечного любопытства. Ничего этого нет и в помине. Это художественный свист. Или, если угодно, детали той культурной легенды, которой уже третий век упивается человечество. Все секреты мозга начинаются с ложной оценки этого бедного органа. С попытки исследовать не сам мозг, а легенду о нем, придуманную культурой. Вот тогда да, тогда начинаются тайны. Увы, у мозга есть только одна тайна. Он непроходимо глуп. Просто в силу своего физиологического предназначения и эволюционной истории. Не забываем, что все поэмы, формулы и симфонии это случайные следствия работы органа, предназначенного совсем для других целей. Рассудок – это даже не младшая функция. И совсем не свойство мозга, а лишь нечаянный эффект его возможности. Это отходы нейронной активности некоторых областей коры. При определенных обстоятельствах этот эпифеномен создается и хома может им пользоваться. Объясню. Да, мозг – это примерно 85 миллиардов нейронов. Несомненно, это очень солидное число. Есть чем щегольнуть и перед свиньей с ее двумя миллиардами, и даже перед гориллой с ее 33-мя. И это прекрасно. Но обилие нейронов и связи между ними не имеет, увы, почти никакого отношения к разуму и мышлению. Конец одиннадцатой главы. Конец одиннадцатый главы. Продолжение следует...